Всех приветствую коллеги трейдеры, всех кто смотрит это видео. Я Игорь Павленко, команда Unity of Traders, партнеры брокера компании Gerchik & Co. И сегодня по многочисленным запросам хочу показать функционал панели трейдера. Панель трейдера, что это такое? Это вот, давайте вот так лучше сделаю, это вот такая штучка, программа, эксперт, полусоветник, он за вас торговать не будет, но он очень упростит комфортность и быстроту принятия решений для трейдера. И подтягивает очень много информации, так сказать, в одном флаконе. Это панель трейдера. Значит, давайте сразу пройдемся по кнопочкам этой панели, а потом по настройкам функционала. Значит, Unity of Traders панель, единство трейдеров АТР. Это окошко АТР, одним кликом нажимаете на окошко, появляется статистика АТР за 5 дней. Сразу давайте будем показывать настройки по каждому окошку. Вот статистика АТР. Поставите 10 дней, он будет считать вам АТР, сколько цена в среднем прошла за 5 дней, у меня стоит 5, показывает 5 дней. Поставите 14, будет 14. То есть очень удобно, сразу показывает. АТР показывается в процентах, в пунктах и сколько осталось на ход, сколько прошло, ну вот, допустим, сегодня за 5 дней АТР 543 пункта по пятизнаку, за сегодня прошло 327, то есть 60 процентов, осталось 216. Также показывает время GMT, время терминала. Время терминала сейчас 16.52. Вот, пожалуйста, да, 16.52. Панель вот пока в ремете. И сколько до конца дня осталось? То есть вообще всю информацию по АТР и по времени GMT и терминалам. Дальше. Клоуз дня, что это такое? Назадим одним кликом показывает закрытие дня. Вот если это H1, вот таймфрейм H1, да, то день закрылся вот здесь. Видите, вот закрытие. Это уже новый день начался, с гэпом открылся. А прошлый день закрылся на вот этой цене. Если мы нажмем одним кликом, эта цена отобразится у нас именно по этому, по этой цене. То есть проведется полосчик по закрытию дня. То есть это важная тема, где закрылся прошлый день. Эту линию закрытия дня можно сделать пошире, поуже, пунктиром и так далее. Это вот здесь в настройках. Стиль линии, толщина линии, да. И сдвиг времени терминала QTS. То есть ты можешь поставить плюс или минус 1-2 бара закрытия дня и настроить подсессию. Допустим, если ты там поставишь минус 1 бар, то это будет вот здесь. Минус там 1, 2, 3, минус 4 бара вот здесь линию будет рисовать. И так плюс 1 бар. Значит, вот это нарисует. То есть можно подогнать подсессии, под Азию, к примеру, под Америку, да. И будет открывать, ты будешь это учить, где открылась или закрылась Азия, Америка и так далее. Дальше, что у нас здесь? Клозы АТР мы разобрали. Статистика. Клозы АТР разобрали. Статистика. Это открытые позиции за сегодня торгуемый день. Я сегодня не торговал, поэтому у меня всего ноль позиций сегодня. Позиции показаны. Тип позиции, то есть здесь пара валютная или акция CFD. Панель работает как на валютных парах, так и на CFD инструментах. Все будет одно и то же. Сейчас покажу. Чуть попозже покажу. Значит, статистика открытых сделок будет. Здесь инструмент. Лот, которым вошел. Профит в долларах. Здесь же будет профит в пипсах или минус в пипсах, если это неудачно зашел, да, и проценты. И здесь сколько позиций будет выставлено, сколько открытых позиций. То есть за сегодня пока суммарная информация, только суммарно по всем позициям. Очень удобная статистика прямо в одном флаконе панели. Значит, что касается по количеству, да, сколько там может быть. Вот здесь вот количество ордеров в статистике. Вот максимальное количество ордеров в окне статистики. Вот здесь ставите 3, 5, 10 и столько ордеров. Панелька будет сама расширяться и показывать количество этих ордеров по вот этим всем параметрам открытых. Лимитные отложенные ордера панелька не показывает, потому что вы их можете убрать и так далее и тому подобное. Только по факту открытия. Что еще? И вот одни из основных, давайте эти моменты будем оставлять, чтобы наглядно было весь функционал, да. Три кнопочки. Op, SL, TP. Open price. Это, допустим, вы хотите войти, я, к примеру, там, в sell. Ну, к примеру, у вас там система по что-то заточена и там вы торгуете там в контртренд вот этот, да. От 9 сентября пошел и вы хотите, поломался вроде как тренд от 50. Я не торгую трендовые линии каналов. Вот. Ну, это так, для визуала. И, допустим, вы вот здесь хотите продать. Вот с таким каким-нибудь стопиком. Сейчас просто смысл рассказываю, показываю, как панель работает, а не торговую систему. Значит, допустим, какой-нибудь такой стоп, там, по АТРу, там, допустим, 15% от АТРа, там, или по вашей торговой системе. А вот здесь хотите продать. Вам для этого нужно open, стоп выставили где? По вашей торговой системе. Выставили ордер, где хотите продать. Допустим, здесь, да. Панель сразу считает цену, сколько это стоп в пипсах, если вы будете его передвигать, допустим, вот сюда хотите стоп, он сразу вам прочитает, что это 120 пипсов, такая-то цена и так далее. Ну, допустим, вот сюда вот, за вот эти вот движения, это, или там, по АТРу поставили, допустим, маленький, коротышка. А профит хотите выставить, там, я не знаю, вот сюда. Для того, для профита есть просто такая штука, как соотношение, соотношение этой профита один к трем. Вам не нужно там высчитывать, сколько это один к трем будет, вы что делаете? Поставили эти штуки, профит можете даже не ставить, а профит, важный момент такой, все должны стоять, все линейки должны стоять, иначе панель не будет. Все, поставили и нажимаете расчет. Панель сама вам рассчитает всю информацию по сделке. То есть, вот стоп-лот 66,820. Смотрите сюда. Sell limit, это будет ордер sell limit, да, она сразу, что это лимитный ордер на продажу. Лот 35, сразу вам посчитала 35. Почему 35? Вот здесь вот стоит максимальный риск на сделку. На одну сделку. Не в день, а на одну сделку. У меня стоит 0,25. По моей торговой системе я торгую 1% в день. Могу позволить себе риск, то есть, если 1% в день я проторгую в минус, я в этот день не торгую. И запланировано у меня 4 сделки в день. По любому инструменту, 4 сделки. 4 сделки разделить на... Вернее, 1% риска дневного разделить на 4 будет 0,25. Вот у меня стоит 0,25. И поэтому вот этот риск, который вы задаете здесь, кто торгует 2 сделки, ну, к примеру, 0,5 поставит. Панель будет из расчета этого риска выстраивать объем сразу. И вся информация по сделке. То есть, лот, да, стоп-лосс, подтверждение цены стоп-лосса. Вот она цена. В пунктах сколько здесь и здесь. Тейк-профит сколько в пунктах. Риск в долларах, важная информация. Риск в долларах, в процентах. То есть, 0,25 это как раз будет 25%. То есть, 20,30 относительно депозита. 20 долларов 30 центов относительно депозита. Профит 59,50 в долларах 0,73 почти 1 к 3. И один пункт, сколько это стоит в этом объеме 0,35 цента. Маржа, маржа по ордеру и свободная маржа остаток после открытия ордера. То есть, вся информация. И вот сейчас самое главное, что вам не нужно после этого открывать ордер, ордер, выставлять этот ордер здесь. Вам достаточно просто убрать расчет. Это важная функция. То есть, когда расчет произведен, чтобы открыть позицию, вам нужно его убрать. Это для того, чтобы трейдер не ошибался два раза. Иногда бывает, что неправильно расчет сделал. Еще раз перепроверили, посмотрели, все устраивает. Убираете и нажимаете просто ордер. Написано, один ордер. Смотрите, раз, нажал, ордер, выставил с автоматом. Панель его сама выставила. Sell limit по тем параметрам, которые были в расчете. Sell limit, Stop Loss, Take Profit. Вам после этого просто нужно убрать эти линейки, если они вам мешают. Которые вы выставили. Относительно которых панель среагировала на выставление ордера. Все. Это вот один ордер. Все вот эти функционалы мы разобрали. Два ордера когда. То есть, то же самое все. Сейчас удалю ордер. То же самое все. Но, когда вы выставили эти полосочки. Для определения, что... Вы делаете, ну, тоже. И хотите двумя ордерами. Что сделает панель трейдера? Она вот этот объем, 0.35, разобьет на 2. И включит по одной цене этот ордер. Только он будет по 0.17 примерно. Он разобьет ровно на 2. С одним Стопом, но с разными профитами. Один к трём. Профит так и останется. Один к трём мы здесь задали значение. Соотношение для основного ордера. А второй ордер будет по сейфу. Что такое сейф? То есть, он выставит... Панель выставит... Два ордера по одной цене. С одним Стоп Лоссом. Один профит от основного будет один к трём, к примеру. Который мы же задали. А второй ордер будет... А первый ордер, который сейф называется. Трейдерский сейф. Сейф так называемый. Будет выставлен ровно на расстояние Стоп Лосса. Зачем это нужно? Очень просто. Давайте сначала выставим. То есть, по той же системе. Расчёт сделали. Посмотрели, всё устраивает. Называем два ордера. Смотрите. 0.35 разделить на 2. Это будет по 0.18. Панель там чёткая. Потому что там может быть 0.35. А на самом деле там 0.35,8. Панель будет считать чётко. Ну, по усреднению. В ближайшую сторону. По 0.18. И вот 1.13 выставился относительно. Ордер выставился. А второй выставился ровно с учётом комиссии брокера. Сейчас мы к комиссии вернёмся. Ровно на величину Стоп Лосса. Плюс комиссия брокера. Чтобы по нолям было. Это для чего сделано для трейдера? Если это ему нужно. Потом может этот ордер можно профит и в одну сторону. То есть управлять ордером как хочешь. Пока он не открылся. И потом после открытия. Для чего это сделано? Чтобы когда цена цепанула, к примеру, ордер. Пошла сюда. Получили мы здесь по первому профит уже. Равный Стоп Лоссу. И если цена вот так закинется обратно. И уйдёт в нашу сторону. Если бы мы этого не делали. А переставили. Цена прошла. Два расстояния, к примеру, Стоп Лосса. Мы раз перевели в безубыток. Цепанула нас безубыток наша. И ушла в нашу сторону. Но чтобы этого не было, вот такая фишечка называется классический трейдерский сейф. И если цена в данном случае возьмёт, сейф сработает и сейф сработает, и цена обратно возьмёт сюда, в этой точке, по этому ордеру у нас будет плюс, по этому ордеру будет минус. То есть в общем случае будет ноль. То есть такая страховка, хедж, трейдерский сейф, по чему он называется. То есть панель ещё делит на два ордера. Также после трал позиции, когда ты выставил ордер, ты нажимаешь трал, да? И этот ордер откроется, откроется, вернее, трал ты выставляешь, когда ты ставишь эти свои позиции, рассчитываешь позицию линеечками вот такими. Остальное всё панель за тебя сделает. Нажимаешь трал, и когда ордер включается, да, идёт там в твою сторону и так далее, то трал будет тянуться немножко не в классическом варианте, вернее, не в терминальном варианте, как в МТ-4, а с шагами с дистанцией. То есть длина трала – это дистанция, шаг трала в пунктах – это шаг движения цены. То есть что это такое? Прошло 300 пунктов, вот у меня сейчас задано 300, да, по пяти знаку, 30 пунктов по четырёх знаку, да. Прошло 300 пунктов, стоп перетянулся на 50, то есть риски чуть-чуть сократились. Прошло ещё 30 пунктов, стоп ещё раз перетянулся на 50, чтобы обратно же исключить ситуацию, когда берётся по безубытку и уходит в нашу сторону. Поэтому трал с шагами с дистанцией – это в профессиональном трейдинге, это лучше, чем трал позиции по пунктам. Когда там прошло 30 пунктов и там по пипсу цена вот движется, а трал подтягивает. Сейчас цена цепанёт, ну, допустим, цепанёт без убыток и идёт в нашу сторону. Это не очень хороший трал, как по мне. Тралить только ордера с прибылью, естественно же, если здесь поставить салс, то тралить ордера не будет, трал не будет работать. Количество ордеров в статистике – 10, да, ну, здесь сколько зададите, столько вот здесь в статистике и будет открытых позиций у вас отображаться по статистике трейдера. АТР, это мы проходили, пятёрочка, 14 дней поставите, будет показывать вам 14. Линия закрытия дня или сессии настроить и так далее. Выбираете стиль линии, там, полосочка пунктирная, штрих пунктирная и так далее. Толщина и сдвиг времени терминалов – это то, как раз, что я говорил. Если будет ноль, он просто будет показывать закрытие дня. Минус, плюс один – это свечи, минус – это вот по этим, то есть это как настраивать сессию. Всё, по этой панели всё. Ещё раз повторюсь, панель работает как на валютных парах, на валютных инструментах, так и на CFD. Вот, к примеру, недавно торговала акция Макдональд, CFD-инструмент, да, короткой штучкой, короткой продажей, на закрытие ГЭПа просто. К примеру, вот вы хотите продать вот этот… Ну, давайте так, я торгую горизонтально уровнем. Вот уровень хороший был, закрытие вот этой цены и как раз нижняя граница ГЭПа. Отсюда я продавал. Вот цена здесь у нас 164,20. Вот от неё, к примеру, вы прям по этой цене хотите продать. 20. Ну, и профит на перекрытие 20. Профит на перекрытие ГЭПа. Примеры, я говорю. Это такая короткая позиция на продажу. Ну, и вот по вот этой цене, чуть-чуть, это профит. Я, кстати, так и торговал. Вот по вот этой цене. Вот по вот этой цене профит. Вот по вот этой. А стоп выезд за вот этот хай, к примеру. То же самое. Вот он у меня, кстати, тут и стоит. Все, то же самое. Выставляете. Расчёт. Расчёт. 44 лота. Это акция инструмент по CFD. Один ордер, вот выставляется 44 лота. Я торговал двумя ордерами. И так далее. Ну, тоже такая. Вот 44 лота. Профит. Стоп. Всё. Панель до этого рассчитала всё. Пожалуйста. Всё то же самое. Вот. Если бы это двумя ордерами, да? Двумя ордерами. То, к примеру. Селл 44, смотрите. Понятно, я же убрал. Ай-яй-яй-яй. Вот здесь нужно выключить эту позицию. Давайте я сделаю вот так вот. Пять, чуть-чуть. Включил, убрал линеечку. Кстати, важный момент. Если не поставишь open price линеечку, да? Вот так вот. То она... А поставишь только профит и стоп. Это вот, кстати, именно сейчас я и показал. Сейчас позицию закрою. И только раз позиция, вот видите, это реальный счёт. Сейчас он плюсик даст. Может быть. Если нет, закрою её здесь минус. То позиция выставится именно по текущей цене. То есть позиция включится по рынку. А вот так вот я как раз убрал пол 37. То же самое будет, как я и показывал до этого. То есть на CFD... И вот сейчас позиция включилась именно как то, что я типа забыл сказать об этом. То есть по рынку. Если не выставляешь, другими словами, если не выставляешь, выставляешь только стоп и профит. То есть делаешь расчёт, да? То вот до этого было 44 латана. То... Вот сейчас 15 и так далее. То это будет как раз по рынку вход. Вот что сейчас я сделал ошибочно. Ну ничего страшного. 4 доллара всё. Сейчас поработаю с этой позицией. Всё, друзья мои. На этом всё. Поэтому... Ещё раз покажу все функционалы, что панелька делает. Да, кстати, видите, вот... То, что я говорил. Сейчас позиция SEL. 44 лата. Показала панелька, да? На тот момент это было 44 лата. И вот сейчас находится 3.96 в долларах. Минус. Минус 4 пипса. Минус 0.1. Всё, панелька показывает. Сколько здесь позиций не было, вот открытых позиций она так и будет показывать. Кстати, хороший вариант, что... Включили по ошибочке, скажем так. Сейчас надо следить за этой штукой и явно её выключать, потому что это уже не позиция. Всё, друзья мои. Сейчас мне нужно даже... Вот, видите, вышло в плюс, я её выключаю. Всё, позиция закрыта. Теперь, если я статистику вот так сделаю. За сегодня, видите, вот отличная тема. За сегодня 0.44 в процентах это даже 0.1% не было. Но в плюсик там 44, это 0.44 цента. Вот я прям в действии показал на реальном счету. Это не демка. Смотрите сюда, это реальный счёт. Исправил свою ошибку. Как раз панель мне и напомнила, что... Как нужно следить за позициями и так далее. Кстати, все окна можно перетаскивать в любое положение, куда... В любую часть графика, где тебе удобно. Хоть так, хоть так, хоть рядышком, хоть сюда, хоть сюда. Вот так вот. Поэтому пользуйтесь комфортными условиями. Потому что комфортность и быстрота действий трейдера от этого очень много зависит. А эта панель как раз профессионально сделана трейдерами для трейдеров. Поэтому здесь никаких водяных прибамбасиков нет. Всё, что нужно реально. Всё, что нужно для быстроты исполнения ордеров, расчёта объёма и так далее, и так далее, и так далее. На этом всё. Спасибо за внимание. Пользуйтесь панелей трейдера Unity of Traders. На всех инструментах, как CFD, валютные пары и тому подобное в МТ-4. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...